Чтобы старость была в радость, именно с этой целью год назад благотворительный фонд «Металлург» открыл Центр социального обслуживания населения. Специалисты Центра оказывают помощь тяжело больным людям, немощным, с ограничениями по здоровью. Для каждого из клиентов в Центре разработан индивидуальный пакет услуг. Подробнее о работе учреждения в сюжете Евгении Солохуддиновой. Здравствуйте. 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 Как ваши дела? С вашей помощью нормально. Хорошо, спасибо. Слова с вашей помощью – это не просто присказка. Социальный работник Елена Ерофеева к чите Семушкиных приходит два раза в неделю уже в течение года. Помогает по дому, делает влажную уборку, приносит продукты. Такая адресная помощь от Центра социального обслуживания населения пожилым людям пришлась как нельзя кстати. Ветеран комбината, бывший начальник цеха водоснабжения Петр Михайлович недавно пережил ишемический инсульт. У его супруги Клавдии Степановны проблемы с сердцем. Тяжелую работу по дому в свои 83 года они выполнять просто не могут. Вот эта забота о ветеранах очень нас, как говорится, радует. Значит, вот мы всю жизнь проработали и нас не оставили в тени. Коллектив замечательный. Такие люди, просто вот они нам уже родные вестали. Серьезно. И мы благодарны очень вот этой организации Владимирцевой и комбинату Рашникову. Молодцы. Именно при поддержке благотворительного фонда «Металлург» ровно год назад Центр социального обслуживания населения открыл свои двери для горожан. На сегодняшний день это молодое, динамично развивающееся некоммерческое учреждение. Главная цель которого – сделать так, чтобы старость была в радость. Сотрудники Центра помогают пожилым людям, имеющим проблемы со здоровьем. К каждому индивидуальный подход. Ветераны могут самостоятельно из специально разработанного пакета услуг выбрать те, которые нужны именно им. Пакет услуг зависит, насколько человек потерял свои способности к самообслуживанию. Кому-то просто нужен патронаж. То есть, приехали, посмотрели, как поживать, все хорошо, уехали. Кому-то нужен полный пакет услуг. То есть, есть люди, которые неподвижные, не могут сами себя обслуживать. Это смена абсорбирующего белья, купание. То есть, полный спектр услуг кормления с ложечки, приготовления пищи. Также специалисты Центра могут оплатить квитанции, оказать содействие в ремонте, сопроводить, перевести. Главными получателями услуг являются жильцы специализированного дома ветеран. На сегодняшний день их 129 человек. Также бесплатную социальную помощь получают 60 ветеранов комбината и ММК «Метис», которые живут в городе и имеют государственные награды. Сотрудники Центра – это исключительно профессионалы. В составе 14 социальных работников – водителя. С недавнего времени в учреждении работает фельдшер. Она осуществляет патронаты, по назначению врача делает инъекции, ставит капельницы. У каждого из сотрудников есть специальное образование, удостоверение, за плечами большой опыт работы. И каждый из них знает, как найти со своими подопечными общий язык. Работа непростая, да, потому что люди, конечно, все разные, нужно какой-то подход, что ли, найти. Но мне кажется, в нашей работе самое главное – тоже отвечать людям добро, доброжелательностью, отзывчивостью. То есть как ты к людям, так и люди к тебе, наверное. Самое главное – тут нужно любить свою работу. Доброта, общение – это самое главное для бабушек. В Центре социального обслуживания населения планируют к середине 2018 года в разы увеличить количество получателей социальных услуг. И, кстати, стать клиентом Центра несложно. Его двери всегда открыты для тех, кто действительно нуждается в помощи. Они могут набрать наш номер телефона 30 5807. Мы любую просьбу, любой звонок всегда обрабатываем, выезжаем на место, смотрим, какие услуги нужны, с чем мы можем помочь. Евгения Солохудинова, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.